И теперь первым стаканом мы добавляем мелкими порциями, для того, чтобы, опять-таки, не образовались комочки. Козьи блины. Козьи блины не были у меня никогда. Привет, друзья! Сегодня опять готовим блинчики, хоть и не масленица, но сейчас карантин, и многие остаются дома. И так получилось, что мы почти каждый день едим блины, потому что их легко приготовить, и они готовятся из тех продуктов, которые почти всегда у всех есть дома. Я уже готовила подобные блинчики по рецепту своей мамы на сегодня, я наконец-то уломала маму, она приготовит их сама, потому что, как бы я ни старалась, у меня все равно получаются чуть-чуть другие. Вот, так что готовим. Печем, да, называется? Печем блины. Говорят, не жарим блины. Печем блины. Давай, руководи мной. Начинаем готовить тесто. Так, как? Два яйца. Два яйца. Ну, это на одну, да, порцию блинов? Это на порцию, это на 4 человека. Чтобы не обожраться. Чтобы не треснуть. Нам обычно не хватает всегда. Потому что кто-то слишком много ест. Так. Вот она сложность. Мама все делает на глаз, да? Ну, как всегда, да. Две ложки сахара, мы полные. На самом деле, всегда все по вкусу. Поэтому тут точный. Так, соли. Соли пол чайной ложки. Ну, ты же всегда печешь обычно первый блин, пробуешь? Обязательно. Комнатную температуру. Мы молоко достали из холодильника. Добавим горячей воды. Мы таким образом слегка подогрели. Ну, получается, если у кого-то обезжиренное, например, молоко, то лучше его просто погреть и добавлять, чтобы не разводить уже водой. До, опять-таки, комнатной температуры. Комнатной температуры. Наталья, насколько вкусные они получаются. Ну, что здесь делаете? Мы печем блины. Ты будешь с нами? Да. Так, с чимиком только нежно. Ты хочешь тоже сюда? Да. Ну, значит, надо чимика пересадить. Чимик. Прыгай. 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 А ты, Сатя, давай вставай. Так, добавляем муку. Тоже на глаз? Она не на глаз. Мы сейчас с тобой создаем достаточно густое тесто. Но я имею в виду оно просеивать и перемешивать. Я имею в виду, что не какой-то мерный стакан, а вот так вот ложкой просто. Должна почувствовать, насколько рано еще, я поэтому молчу. Оно еще такое консистенция жирных сливок пока. Вот сейчас уже начало густеть. Я тоже хочу. Ты тоже хочешь? Да. Подожди, только я тебе подвину еще миску. Так. Одну ручку здесь держи, а второй нажимай вот так. Вот. Нажимай. Молодец. Главное над миской, да, я? Да. Получилось примерно 8 ложек, да, сметаны где-то или 10? Примерно. Да, я тоже. В общем, она вот видите? Я бы еще добавила одну ложку. Вот оно такое, как бы его назвать, так как сгущенка, наверное, да? Сейчас, по-вгуще. Как жидкая сметана. Все, Эмочка, давай, все. Сейчас вот это перемешаем. Сейчас я вот это перемешаю и тебе дам. Давай, мешай. Давай вместе, ладно? Сама. Ну, давай, сама. Тихо, 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 изи. Эм, полегче. Полегче, смотри. Вот надо, чтобы венчик касался дна. Старайся, чтобы все-все вымесить как следует. Поднять всю муку со дна и со стеночек скрести. Вот, видишь? Вот. Так, и теперь добавляем молоко и разводим тесто. Хорошо, сейчас подожди. Надо разбавить его теплой водичкой опять, горячей, чтобы оно у нас... Вот, сюда молоко, вода. И теперь первым стаканом мы добавляем мелкими порциями, для того, чтобы, опять-таки, не образовались комочки. Видишь, я, мама, сначала сделаю густое. Я тоже хочу. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Тихо, только не в себя, ладно? А сюда. Так, чуть-чуть. Видишь, налила? Смотри, я размешиваю тщательно. Ну, теперь уже можно. Так, наливай еще. Наливай полностью. Опа! Все, отлично. Как раз то самое состояние... А, не разбей. Только не разбей, а осторожнее, погни. Вот здесь более-менее четкие пропорции. На такой консистенции тесто требуется в общей сложности три стакана молока, разбавленного водой. Получается первый стакан. Первый стакан и два в конце, для разжижения теста. И мы сейчас получим с вами как раз то самое замечательное блинное тесто. Все, получается готово, да? Тесто готово. Эм, какого? Какого? Угу. Пейс. Да, оливковым или растительным, да? Ну, любым, да, растительным маслом можно. Но ты всегда смазываешь, ты никогда не льешь. Я не льешь, мне как-то так понятнее. Сколько масла должно быть на сковороде, чтобы блинчик не пригорел. Прям уже такая сильно теплая. Сильно теплая. Она вообще должна быть раскаленная. Чтобы мы услышали шипение. Вот у нас тесто постояло и чуть-чуть стало гуще. Да. Я, кстати, один раз, когда готовила, я чуть ли не еще полтора стакана в итоге туда добавила. Прямо она у меня густела и густела. Ну, какое тесто вначале? Еще, наверное, от муки тоже зависит. Она какая-то бывает более клейкая. Так, я не знаю здесь. Ну, давай потестим. Первый раз на этой. Мы, да, печем сегодня первый раз на этой сковороде, поэтому у нас пока непонятно с количеством. У мамы блинчики очень тоненькие, поэтому, да, наливаешь прям чуть-чуть. Да. Ну, для разнообразия. А, ты привыкла там, да? Да. А где папа снимает? А ты его спроси. Паша, а где ты снимаешь? На память. А память? На память. А что значит на память? Чтобы мы через год, когда тебе уже будет 4, посмотрели это видео. А то и 40. 4. Ой, как он красивый, давай. Ответственно, ну, в переборачивании ничего. Ого, и первый не комом. И первый не комом. Ну вот, кстати, я первый раз у тебя увидела именно пальцами, что ты отскребаешь. Так, Эм, давай. Какой красивый. Давай, Маш. На Луну похож, да? Да, Луна, Луна. Слишком много только не надо. Вот здесь еще чуть-чуть. И здесь чуть-чуть. Это Луна. Это Луна. Первый готов. Я случайно откололу кусочек. Вот, видишь, со сметанкой. Ну, и что тебе? Итак. Меняем сковороду, ибо она этой привычной. Попробуй сравнить. Да, попробуем. Постоянем для сравнения, да, чтобы понять, насколько будет отличаться. Вот мы уже испекли два блина. Поняли, что тесто слегка загустело, добавили еще немножко молока. И чтобы компенсировать, восстановить баланс вкуса, добавили еще чуть-чуть сахара. В общем, суть в том, что очень вкусно, я вам говорю. Печешь один-два блина, пробуешь обязательно, что получается. И уже можно что-нибудь добавить, типа соли или сахара. Все, нежнее М, ты сейчас порвешь его весь? Пекутся они долго, съедаются очень. Очень быстро. Так, давай я тебе самый последний. Может быть, со сметаной? Да. А я можно пусто? Так просто, я люблю их пустые есть. Слушай, они не теряют хрумкость, смотри. Тут такой же хрумкий. Вообще. А ой. Сейчас это рецепт блинов для фаршировки. Да, для блинчиков с мясом и с творогом. Поэтому количество блинов, оно не такое большое. В принципе, это не на 4 человека, естественно. На семью количество, если их есть именно так. Обалденные блинчики. Мои самые любимые, с детства. Потому что в детстве это. Не знаю, я же много пробовала потом блинов. Но все равно. Есть, конечно, тоже вкусные. Может быть, в следующий раз приготовим те, которые Саша пек на днях. По какому-то новому рецепту получились тоже очень вкусные. Но вот все равно эти любимые. Они были на кефире. Да. А если на молоке? Да. Следите за своим здоровьем. Пробуйте готовить что-то новое. Следите за своим весом. Потому что сидя дома, можно очень легко превратиться в блин. Если это видео наберет 2000 лайков, то мы попробуем уговорить маму приготовить еще что-нибудь. Наша семейная, домашняя, очень вкусная. Берегите себя. Пока. Пока, говорится. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok